МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает программа события в студии Елена Моисеева. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Будущее региона. Прогноз социально-экономического развития Пензенской области озвучили в ходе сессии законодательного собрания. Прогнозируется выход на положительную территорию развития и постепенное наращивание темпов экономического роста. Подарить больному жизнь в Пензе открылся рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Для одного больного шанс получить своего близнеца по генотипу один к десяти тысячам. И звезда культового сериала «Бригада в Пензе» актер Сергей Апрельский раскрыл секрет популярности на Радиоэкспресс. Жизнь короткая. Она прилетает мгновенно. В повестке дня 4-й сессии законодательного собрания сегодня было больше 30 вопросов. Один из них – утверждение нового состава общественного совета при региональном парламенте. В него вошли 15 человек. В том числе заслуженных работник средств массовой информации Пензенской области, шеф-редактор информационной службы «Медиахолдинга-экспресс» Елена Волкова. О том, какие еще темы подняли депутаты, в первом материале выпуска. Основной темой 4-й сессии законодательного собрания стало будущее. Согласно социально-экономическим показателям, самые серьезные потрясения промышленность испытала уже в марте 2022-го. Санкционные меры Запада привели к разрыву производственно-логистических цепочек, что повлекло за собой снижение производственной активности и внутреннего спроса. Однако пензенские предприятия достаточно хорошо прошли сложный этап. Начиная с 2023 года прогнозируется выход на положительную траекторию развития и постепенное наращивание темпов экономического роста. Что будет обеспечиваться за счет стабилизации экономической деятельности хозяйственных субъектов и роста потребительского и инвестиционного спроса. К концу прогнозного периода объем валового регионального продукта планируемо возрастет на 4,9% это к уровню 2021 года. Объем промышленного производства будет увеличиваться в среднем на 3,5% в год, начиная со следующего. В агропромышленном комплексе рост станут осуществлять за счет расширения пассивных площадей, применения инновационных технологий и реализации крупных инвестиционных проектов. К концу прогнозного периода объем валового продукта должен увеличиться на 8,5%. План развития региона лег в основу бюджета на 2023 и последующий период 2024 и 2025 годов. Общий объем доходов на 2023 год планируется в сумме 71,6 миллиарда рублей, на 2024 год 71,9 миллиарда рублей и 2025 год 68,8 миллиарда рублей. Дефициты источники финансирования дефицита бюджета 2023 год дефицит 1,9 миллиарда рублей, 2024 и 2025 год профицит 475 миллионов рублей и 2,4 миллиарда рублей соответственно. Расход при этом в 2023 году составит 73,5 миллиарда, в 2024 и 2025 чуть больше 71 и 66 миллиардов соответственно. Это позволит в полном объеме обеспечить выплату заработной платы сотрудникам бюджетной сферы, а также индексировать ее ежегодно в среднем на 5%. Кроме того, гарантируется выполнение всех социальных обязательств, которых с этого года стало чуть больше. А вот мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, депутаты законодательного собрания освободили от уплаты транспортного налога. По поручению губернатора Белинской области Олега Владимировича Медиченко было принято решение о предоставлении налоговых льгот, транспортных льгот для мобилизованных граждан, для лиц, которые заключили контракт на военную службу и лиц, которые у нас призвали по мобилизации. Срок предоставления налоговой льгот составляет два периода, это за 2021-2022 год. Освобождается одно транспортное средство по выбору заявителей. Если он не выбрал, то есть выбирается стоимость транспортного средства с наибольшей стоимостью. Депутат Государственной Думы Дмитрий Коденков доложил собравшимся о своей деятельности. С недавнего времени подобные отчеты для парламентариев стали обязательными. В прошлом году «Единая Россия» выступила с предложением сделать обязательными отчеты депутатов перед избирателями. Это предложение поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Как отметил глава государства, это дает людям возможность узнать, как парламентарии решают проблемы жителей регионов, какие законы приняты или планируются к принятию. Депутаты же регионального парламента на этой сессии приняли решение направить своим представителям в федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию Роскомнадзора генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Антона Шаронова. О бюджете шла речь сегодня и на сессии Городской думы. Там обсудили внесение планируемых изменений в главных финансовый документ областного центра на 2022 и плановый период последующих двух лет. Благодаря экономии с улиц Пензы могут исчезнуть многочисленные заплатки, которые на местах разрытий зачастую оставляют после себя ресурсоснабжающие организации. С подробностями Александр Маркеев. Раскопали, отремонтировали, а благоустройство восстановили, что называется, спустя рукава. Подобные заплатки на участках городских разрытий встречаются едва ли не повсеместно. Спустя некоторое время на дорожном полотне образуются ямы. Но вскоре наболевшая проблема будет решена. Об этом на сессии Городской думы сообщил мэр Александр Басенко. Для Пензавтодора закупят необходимую технику. Асфальтоукладчик, катки, фрезу, машину для укладки битума и проблема города, которая связана с тем, что на сегодняшний день восстановление нарушенного благоустройства ресурсоснабжающими организациями выполняется крайне некачественно. Нанимают какие-то компании, не имеющие ни оборудования, ни навыков. Мы с этой бедой прекратим. В 2023 году в связи с тем, что приобретаемая техника в лизинг, она на три года, поэтому в 2022 мы будем платить только аванс, а в 2023, в 2024 необходимо заложить 50% наша доля софинансирования, вторая доля 50% закладывается и предусматривается в бюджете Пензенской области. Во время доклада начальника финансового управления городской администрации заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» депутат Людмила Коломыцева обратила внимание на то, что в 2023 и 2024 годах в бюджете планируется сокращение расходов на благоустройство и освещение областного центра. Сумма немаленькая, почти 40 миллионов рублей. Нам управление ЖКХ как бы пообещало, что в следующем году по-моему, если я не ошибаюсь, 5000 фонарей заменят, то есть будет белый свет, вот эти вот светодиодные хорошие лампы и в 2024 там еще сколько-то, а тут мы видим уменьшение на освещение на целых 20 миллионов и благоустройство. Да, это обосновано, потому что у нас сейчас еще раз повторюсь, мы делаем вот эти все передвижки в ходе текущего бюджета, бюджет 22-го года и планового периода. И плановые лимиты, если бы они у нас были законтрактованы, то сейчас наряду с этой поправкой у вас было бы заключение контрольно-счетной палаты, что контракты уже лимиты законтрактованы. Это свободные лимиты. В 2022-м сфера ЖКХ получит и дополнительные средства, которые появились в результате экономии. Так, почти 2,5 миллиона направят на обследование технического состояния и разработку паспортов на ремонт мостов и путепроводов, а также благоустройство воинских захоронений. Теперь о важном событии в сфере медицины. В Пензе открылся рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Он работает на базе областного клинического центра крови. Теперь помочь пациентам, которые нуждаются в пересадке этих тканей, станет проще. Как проходит процедура и как стать участником программы, узнала Анна Ворнова. В регистратуре областного клинического центра крови нет свободных мест. Жители города активно оформляют документы, чтобы стать донором. Причем сейчас они могут сдавать не только кровь. Теперь в учреждении работает рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга. В службе крови узнала о донорстве стволовых клеток и решила стать донором, чтобы помогать и спасать жизни тех, кто в этом нуждается. За два дня нельзя алкоголь принимать, накануне нельзя жирные, молочные, яйца, сыр, такие вещи. То есть подготовка такая же, как и обычно при сдаче крови. Возможность стать донором костного мозга у пензенцев появилась совсем недавно. Сейчас в нашем регионе зарегистрировано 250 таких человек. Специалисты рассказывают, пока желающих не так много, потому что люди плохо понимают, как работает система. А на деле все просто. Оформление в программе, сдача анализов, ожидание результатов. Здесь уже идет изучение здоровья на генетическом уровне. Мы берем в нашем учреждении кровь в 4 мл у этих доноров, когда они уже зарегистрируются. И эта кровь отправляется в Институт гематологии и трансфузиологии города Кирова, где проводится исследование на генотип. И хочется отметить, что такие доноры, чем их будет больше, тем это лучше будет для больных онкогематологических. Потому что для одного больного шанс получить своего близнеца по генотипу 1 к 10 тысячам. Сама процедура проходит так же, как и при заборе крови. меняется только программа. Человека вызывают на сдачу тогда, когда пациент уже готов к трансплантации. Процедура занимает от 4 до 6 часов. Причем, как отмечают врачи, организм после нее восстанавливается в течение нескольких недель. Стать донором костного мозга может любой желающий от 18 до 45 лет без противопоказаний. В Пензе подвели итоги профессионального конкурса «Бухгалтер года». Это один из этапов всероссийского состязания, организатором которого выступает Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Наша съемочная группа познакомилась с победителями регионального уровня. Максим Горохов экономикой и финансами интересуется не так давно. Молодой человек учится на первом курсе в Пензенском государственном университете. Однако знаний, полученных за несколько месяцев, хватило, чтобы с первого раза стать лучшим студентом-бухгалтером в региональном конкурсе среди специалистов этой профессии. У меня просто это удалось. Диабет-кредит это не так сложно, как всем кажется. Наверное, для обывателя, для новичка они будут сложны. Но с другой стороны задача вполне понятная, вполне логичная. Хотя, опять-таки, не совсем. Не помню точной формулировки и не будем об этом. Но все вполне решаемо, все вполне адекватно. Елена Сараева бухгалтером трудится уже 13 лет. В состязании участвовала во второй раз. И в 2022 году смогла завоевать первое место в номинации, которая появилась год назад. Лучший налоговый консультант. Считается, что такие конкурсы помогают совершенствоваться в профессии. Примерно представляла, какого плана будут задания. И основная сложность заключается, что задание по времени, то есть количество времени ограничено, надо распределить все силы, чтобы успеть выполнить все задания до конца. В региональном правительстве вручили награды и ценные призы победителям и призерам этого года. По словам организаторов, им пришлось непросто. В этом году конкурсные задания были особой сложности и содержали в себе не только вопросы в области бухгалтерского учета, но и вопросы в области финансовой, экономической, юридической деятельности. Именно поэтому мне сегодня очень приятно поздравить наших победителей, пожелать им дальнейших профессиональных успехов и много интересной работы на благо нашего старства. Конкурс прошел уже в седьмой раз и практически всегда победители регионального тура из Пензы становятся лучшими среди коллег со всей России. Госавтоинспекторы в свою очередь напоминают автовладельцам о действии пилотного проекта электронного сервиса. В рамках эксперимента водитель зарегистрированных на портале госуслуг может предъявлять сотруднику ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства и удостоверение на право им управлять в виде QR-кода в мобильном приложении. Вместе с тем госавтоинспекция разъясняет, что в соответствии с пунктом 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации водитель по требованию сотрудника полиции обязан иметь при себе и передать для проверки оригинал необходимых документов, водительское удостоверение и регистрационные документы. Насколько популярна Пушкинская карта в Пензенской области и дают ли учреждения культуры вообще шанс ей воспользоваться? Реализацию этой федеральной программы обсудили в правительстве региона. Была на совещании и наша съемочная группа. Термин «серая зона» очень точно отражает суть того, как в отдельных районах Пензенской области отнеслись к Пушкинской карте. По официальным данным, ни одного учреждения не подключили к проекту в Малой Сердобе, Сосновоборске, Тамале, Градище, Лопатине, Зимечине, Пачелме, Исе, Каменке и Кондале. При этом в одних районах отвечают, что отдельные дома культуры у них все-таки зарегистрировали, а в других, что сделают это в декабре. Сейчас в программе участвуют 55 учреждений региона. До 1 декабря каждое муниципальное образование, где до сих пор нет подключения к Пушкинской карте, это серая зона. Министерство культуры и туризма Пенинской области представит дорожную карту с ответственными исполнителями и с четкими сроками подключения к проекту. То есть в ближайшие 10 дней все 100% муниципальных образований должны быть в зеленой зоне. При этом спрос на Пушкинскую карту точно есть. Эта программа работает в России полтора года. В ее рамках каждому гражданину в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно зачисляют 5000 рублей, которые он может потратить на посещение музеев, театров, концертов и фестивалей. Пока срок, в течение которого можно использовать эти средства, ограничивается 12 месяцами. Пушкинскую карту оформили 69 912 человек. Это 62% от общего количества потенциальных участников. Подчеркну, что в Пенинской области в возрасте от 14 до 22 лет у нас 116 181 человек. По состоянию на 21 ноября 2022 года 100% образовательных организаций Пензенской области участвуют в реализации проекте Пушкинская карта. Проект включен, процент включаемости в проект, регистрация именно обучающихся Олег Васильевич по различным типам организаций колеблется от 78 до 100%. В среднем составляет 89%. А ведь Пушкинская карта позволяет бесплатно или со скидкой купить билет на культурные мероприятия не только в Пензенской области, но и за ее пределами. Ворошиловский стрелок «Буду помнить бригада» лучшие картины в которых снимался Сергей Апрельский. Сегодня актер впервые посетил Пензу и стал гостем дневного эфира «Радиоэкспресс». Подробности съемочного процесса фильмов и культового российского сериала в следующем материале выпуска. Это сцена из сериала «Бригада». Саша Белый и его друзья едут на стрелку с мухой. Его сыграл актер Сергей Апрельский. Драка выглядела как настоящая. Поклонники сериала в подробностях помнят этот эпизод даже спустя 20 лет, часто вспоминая сцену и Сергей Апрельский. Валера Деркач нам показывал связки, показывал, показывал и в какой-то момент он сказал «Ребятушки, давайте мы уходим от Джимми, Джимми, Ача, давайте от индийского кино и попробуйте немножко на импровизацию. Но импровизация как это? Это вот я получаю в нос и мне без рук ломает перегородку носа. Мне ее замораживают, кровь устанавливают, проходит где-то минут может быть там 15 и в результате я подцепляю Сережу по кончику носа и у него идет кровь, остановили и он только успел сказать, что один-один». Значимая деталь той сцены – золотая цепочка мухи, которую он душил Сашу Белого. Сергей Апрельский очень надеялся сохранить себе это украшение на память. «Когда мы сняли сцену удушения и он тут же вызвал ворону с театра Дуровой и привезли молоденького вороненка. И я подошел к дрессировщику и говорю, вороно дрессированное. Отдайте цепь. Нет, я спросил, дрессированное. Я помню, он мне так говорил, конечно, почему ты с каким-то таким полуцыганским акцентом, конечно. Я говорю, а она назад прилетит? Он говорит, конечно, и она назад не прилетела. Сериал «Бригада» по итогу оказался толчком для карьеры Сергея Апрельского. Его стали чаще приглашать сниматься в фильмах и сериалах, узнавать на улицах, однако это было чревато последствиями. «Синематограф» это вообще иллюзия мечты, потому что очень много лодок, судеб разбилось, на моих глазах спилось, развелось. Это все игра в кино. Главное в этой профессии не из себя не начать что-то такое заведомо ложное представлять. Почему? Потому что жизнь короткая, она прилетает мгновенно. и не забывать о настоящем синематографе, о советском кино. Звезду Сергей Апрельский не поймал. Сейчас он помимо актерской деятельности занимается написанием сценариев, песен и стихов. А 27 ноября проведет свой творческий вечер в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова. Известные шедевры в новом свете в картинной галерее прошла экскурсия практически в полной темноте для участников Пензенского диабетического общества. Ее провел лично директор учреждения Кирилл Застрожный. Что удалось увидеть посетителям знает Ольга Сайганова. Основной художественной музею он подарил свою коллекцию из 400 работ картин, скульптур, декоративно-прикладных книг, библиотеки, который сыграл всю жизнь. История отдельных личностей, например, основателя Пензенской картинной галереи Селиверства и самой коллекции. На этой экскурсии зритель всегда останется в тени большого искусства. Полотна освещает только фонарик руководителя музея Кирилла Застрожного. Все остальные источники света погашены. И секрет обаяния именно такого формата даже не в загадочной атмосфере. Направленный свет совсем по-иному раскрывает краски знакомых шедевров. Но это открытие было сделано случайно. Я с фонариком обходил уже к вечеру картинную галерею, прошел все вот так вот по светам, по ряду вот этих замечательных работ. И вдруг меня прям как вот остановило все. Я увидел, как в луче фонарика вот этот лимон изнутри засветился вот этим влажным таким цветом. Свеже очищенный лимон 17 век. Это столетие прошли. Кирилл Вадимирович признается, он не профессиональный экскурсовод и сразу предупреждает об этом посетителей. Об искусствоведческих фактах и самих картинах рассказывает через призму своего восприятия. В такие путешествия всегда берут не больше 25 человек, чтобы никто случайно не заблудился в темноте. И особенно важно показать в необычном свете галерею людям с особенностями здоровья. На этот раз гостями стали взрослые дети из диабетического объединения. Много слышали об экскурсии ночной, которую ведет Кирилл Владимирович. Очень много отзывов положительных. И решили организовать такую экскурсию для подопечных нашего общества, потому что хочется жить не только каким-то заболеванием, конечно, хочется посещать и музеи, и какие-то культурные мероприятия, что мы, в принципе, и делаем. И вот, наконец, мы добрались до картины галереи. Впервые такой формат здесь опробовали больше двух лет назад. Развивать его планируют и дальше. Пока четкого расписания следующих экскурсий нет, но вот что точно, в галерее открыты для предложения инициатив своих посетителей. Пришло время спортивных событий. С ними нас познакомит Алексей Павлов. Леша, здравствуй. Лена, здравствуй. О чем расскажешь сегодня? Сегодня расскажу об успехах в баскетболе и плавании. Об этом речь пойдет после рекламы. Михаил Кожа Фэшнфур Выбор Качество Скидки Зержинского 4 Пензенский бизнес ждут на крупнейшем деловом событии в форуме «Экспорт-2023 возможности в новых реалиях». Он состоится в библиотеке имени Лермонтова 1 декабря. Педпринимателям расскажут о нововведениях в юриспруденции, маркетинге, особенностях логистики и перспективных экспортных направлениях. Участие абсолютно бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте forum.mbpinza.ru Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Шанс догнать лидера турнирной таблицы. Юность провела ответный матч на своем паркете с Надеждой 2 из Оренбуржской области. Днем ранее победа осталась за красно-белыми. Удалось ли им повторить успех, расскажет мой коллега Петр Голубев. Выходя на матч против Оренбуржской Надежды 2 баскетболистки Юности рассчитывали не повторить сценарий, который сложился днем ранее. Когда пензенский клуб лишь в заключительном отрезке смог переломить ход противостояния и вырвать победу. Тем не менее ответную встречу вновь лучше начали гости. После стартовой 10-минутки они были впереди на 6 баллов, но на этот раз развить преимущество не вышло. Вторая четверть, пусть и с небольшим перевесом, все же осталась за красно-белыми. Получалась, кстати, игра не только командная, но и индивидуальная. Например, Вера Фомичева забросила 5 трехочковых из 8 попыток. Вы играете! Устала! 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 Трешечка полетела. Как и всегда должна быть, но, к сожалению, не всегда получается, но я настаивалась. Вчера была очень непростая игра, и мы понимали, что сегодня легче не будет, надо срочно исправлять ошибки в защите, и мы настроились, и вот результат на табло. Значительный рывок пензенская команда совершила сразу после большого перерыва. Наши баскетболистки смогли не только догнать соперниц, но и выйти вперед. Правда, разрыв был небольшим, поэтому в концовке матча болельщикам, которые пришли поддержать юность, пришлось немного понервничать. Один точный бросок мог перевести игру в овертайм, но все-таки красно-белым удалось сдержать оппоненток. 79-76. Вторая победа остается за дружиной Дмитрия Нестеровского. Нам приятно, что мы выиграли обе игры. Приятно, что где-то по ходу игры надо было показать характер, и мы его показали. И в вчерашней игре, в сегодняшней переломили ход игры, завели до победы. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше психологической уверенности стабильности в наших действиях. Ну и, естественно, есть над чем работать и в качестве игры, и в тактике. Благодаря двум победам в очных встречах юность догнала надежду в турнирной таблице. Следующий же матч наши девушки проведут в воскресенье. На своем паркете они будут принимать славянку из Челябинской области. От успехов командных перейдем к личным достижениям. Ольга Ключникова вновь радует своих поклонников. Спортсменка привезла пять золотых медалей соревнований в Саранске. Там проходил чемпионат России по плаванию среди глухих. Воспитанница Пензенской спортивно-адаптивной школы обошла всех на 50-метровых дистанциях в четырех стилях на спине бутерфляем, брасом и кролем. Также Ольга стала лучшей на 100-метровке на спине. Это все события к данному часу. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До свидания и хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон» Ночью от 3 градусов ниже нуля до плюс 2. Днем максимально воздух прогреется до 3 градусов со знаком «плюс». В Пензе ночью столбики термометров застынут на отметке 0. В обеденное время воздух прогреется до 3 градусов тепла. За окном пасмурная погода. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова